Способность человека воспринимать выходит далеко за пределы простого понимания слов. Сейчас я говорю, ваша способность воспринимать на самом деле гораздо больше, чем просто понимание слов, которые вы слышите. Но поскольку ваш ум получил такое образование, он хочет не только слушать, он отчаянно пытается запоминать и делать заметки. И, знаете, у некоторых из вас руки чешутся. Обязательно записать что-то, что кажется важным. Но восприятие человека способно на большее. Недавно, всего четыре дня назад, я разговаривал с одним из видных ученых-экологов США. Мы просто разговаривали за ужином на разные темы. И он спросил, Садгуру, какие книги вы читаете? Я ответил, комиксы Астерикс и Деннис Мучитель. Вот и вся литература, которую я читаю. У меня редко попадает возможность что-то прочитать, потому что я все время в разъездах. Если удается почитать газету, это целое событие. Тогда откуда вы берете всю информацию? Я собираю ее с вас. Вы уже все изучили. Зачем мне делать это снова? Я не открываю все эти книги. Вот вы сидите здесь, и я перенимаю всю информацию от вас. И могу говорить на эту тему. Но откуда вам известны все эти термины? Я сказал, они же сейчас у вас в голове. Я могу перенять от вас все, что захочу. Я не собираюсь тратить время на изучение всей этой ерунды. В любом случае, весь жаргон не имеет для меня никакого значения. Потому что восприятие человека находится за пределами этого. Именно поэтому я продолжаю повторять. Просто будьте со мной. Если вы просто будете со мной, ваша способность воспринимать гораздо лучше, чем если вы будете записывать каждое слово. Запомнив все эти слова, вы по-прежнему ничего не будете знать. Вообще-то, открыть вам секрет. Купите себе Оксфордский словарь. Все, что я говорю, уже там есть. Нет. Вам просто нужно расставить эти слова в правильном порядке. Так вы ни к чему не придете. Поэтому очень важно усиливать восприятие. Потому что вы знаете только то, что воспринимаете. А все остальное — это воображение и истории. Вы знаете лишь то, что воспринимаете и познаете на собственном опыте. А все остальное — это просто пустые истории. Неважно, насколько великолепна история. Это всего лишь история, которая не принесет изменений в вашу жизнь. Для того, чтобы в вашей жизни произошли изменения, необходимо, чтобы присутствовал личный опыт. Это произойдет только если вы воспримете это. Вы слышали про Вивикананду? Это первый йогин, который приехал в США в 1893 году и немного всколыхнул страну в это время. На обратном пути из США он также заехал в Европу, где ему случилось оказаться в гостях у немецкого философа. После ужина они перешли в кабинет, где начали говорить о том о сём. В кабинете и на столе лежала толстая книга на 700 страниц. Вивикананда, услышав, что философ возоквозывается о книге, спросил, может ли он одолжить эту книгу на один час, посмотреть, что в ней такого. Философ рассмеялся. Он сказал, «Вы собираетесь прочитать эту книгу за один час? Я читаю её уже несколько недель, и всё ещё далёк от её понимания. Настолько она сложная. И вдобавок, она на немецком языке. Вы даже не знаете языка. Что вы с ней будете делать?» Вивикананда ответил, «Дайте мне эту книгу на один час, там посмотрим». Ему дали эту книгу. Вивикананда взял её в руки, поместил между ладонями и просто сел с закрытыми глазами. Спустя час он отдал книгу владельцу и сказал, что ничего стоящего в ней нет. Философ решил, что это верх нахальства. Вы даже книгу не открыли, и при этом позволяете себе высказываться по её содержанию, да к тому же по книге, написанной на языке, которого вы не знаете. Всё это его немного оскорбило. Он спросил, что всё это значит? Вивикананда сказал, «Садайте мне какой-нибудь вопрос по книге, я вам отвечу». Хорошо. О чём говорится на странице 633? Вивикананда начал повторять содержание страницы слово в слово. По любой странице. Достаточно назвать номер, и он повторяет слово в слово, что там написано. Тогда философ спросил, «Как такое возможно? Вы даже не открыли книгу? Как у вас это получается? Тот ответил, «Вот почему меня называют Вивикананда». «Вивека» означает «восприятие». Вообще-то его имя было Нарендра, но его гуру назвал его Вивикананда из-за его способности к восприятию. Вот почему меня зовут Вивикананда. Так что восприятие жизни вы не можете обработать это своим логическим умом. Это так не работает, потому что логика начнёт отфильтровывать в вашей жизни очень многое из того, без чего вы не сможете жить. Вывикананда, Продолжение следует...